МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По долгу службы работники МВД постоянно оказываются в ситуациях, когда вопрос жизни и смерти стоит остро и действовать надо незамедлительно. Именно так поступил оперуполномоченный Василий Цанхлаев. Подробнее о происшествии и как себя сейчас чувствует девушка в нашем следующем материале. Происшествие случилось днем 16 сентября на территории городского пруда в Городовиковске. В полицию на пульт дежурного поступил звонок. От жителя, который заметил тело девушки на воде. В обеденное время заметили, как тело какое-то плыло. Приглянулись, вызвали полицию. Полиция незамедлительно приехала. Затем, как сотрудник полиции, залез в воду и достал. Находясь на дежурстве, оперуполномоченный Василий Цанхлаев получил сообщение о тонущей девушке по рации и вместе с напарником молниеносно отправился на место происшествия. Не задумываясь ни секунды, страж порядка нырнул в воду, откуда в бессознательном состоянии излег девушку. Не дожидаясь прибытия медработника, полицейский оказал первую помощь, после чего девушка пришла в сознание. Увидели тонущую девушку на середине пруда, не раздумывая бросился в воду за ней, взял ее за руку и начал вытягивать на берег. Девушка была в бессознательном состоянии. Вытянув на берег, оказал первую медицинскую помощь, привел ее в сознание. Карета скорой помощи подъехала вовремя. Цанхлаев передал пострадавшую медикам. Спасенную девушку доставили в больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи. Поступил вызов, что девушка утонет, что ли, или утонула уже. Ну, мы приехали туда, по месту, на речку эту. Полицейский уже ее вытащил, оказал первую помощь там, я не знаю. Но она на берегу лежала. Ну, я измерил давление, там, пульс померил, сатурацию, и все. Все, претензий не было, все нормально, она дышала. Благодаря правильному оказанию первой медицинской помощи полицейским, девушка была спасена. Большой беды удалось избежать. Позже, вспоминая, как все это было, полицейский Цанхлаев героем себя не считает. Говорит, выполнял свой гражданский долг. Министерство внутренних дел по Калмыкии заверили, героический поступок не оставит себя незамеченным руководством. Представление Василия Цанхлаева к награде – вопрос времени. Донара Бинбина, Восточный Альянс, Калмыкия. Когда подвал стал накопителем сточных вод, с такой проблемой столкнулись жители дома по улице Мерецкого в Улан-Удэ. Из-за едкого запаха в их квартире стало невыносимо жить. Почему люди оказались в такой ситуации и кто должен все исправить, выяснял наш корреспондент. Как только придомовые колодцы переполняются, все сточные воды оказываются в этом подполье. От этого по всему дому сырость и невыносимый зловонный запах. И в такой квартире семья Надежды вынуждена жить уже несколько лет. Когда сюда заехали, здесь был запах, как общественного туалета. Это было невозможно, прям глаза резало. Мы все открыли, все вот это вот проветривать стали. Просто невозможно. Мы не можем здесь сделать нормальный ремонт, потому что вот старый ремонт, мы хотим его обновить, но из этого запаха здесь все это впитается. Девушка не раз обращалась в управляющую компанию с просьбой о помощи. Проблему пытались решить. Меняли частичные трубы, проводили откачку стоков и делали засыпку подполья для устранения влаги. Но лучше не стало. Планировали ремонт сделать. Вот это вот стена печки, кстати. И когда там все капает, подмывало вот этот весь грунт, соответственно, фундамент под печкой, он тоже размывался. И здесь ужин тоже исправлять. Ну, будем все разбирать. Управляющая организация и рада бы исправить ситуацию и помочь жителям решить проблему, но простым ремонтом труб здесь не обойтись. Дом изначально был на выгребной яме, и потом данную выгребную яму переделали по центральному коммунизации. Там неправильные уклоны и так далее. Подобный ремонт не может сделать управляющая компания в одиночку, поэтому для решения проблемы на место приехали специалисты из водоканала и КГХ. Принято решение при комиссионном осмотре управляющей компанией водоканала о перекладке пикетов от домов до придомовых колодцев на уровень, соответствующий тому, при котором будет система канализации работать самостоятельно. Стоит такой ремонт дорого. И, понятное дело, собственники не смогут потянуть такую сумму. Поэтому вся надежда теперь только на помощь депутата по округу. Было принято решение собственникам оказать помощь в написании данного обращения к депутату данного района. Депутат Лондонского городского совета Василий Церемпилов в курсе данной проблемы и готов помочь жителям. На 23-й год наказы у нас, в принципе, все распределены, но у нас бывает в течение года образовывается экономия. В случае образования экономии мы, конечно, обязательно посмотрим данный вопрос. После этого на место приедет профильная комиссия для оценки ситуации. Пока же остается лишь ждать. Мы будем следить за развитием событий. Екатерина Иллистратова, Восточный Альянс, Бурятия. Особенности получения и передачи информации с помощью движений рук знают немногие. Тем ценнее такие специалисты. Речь о сурдопереводчиках. В честь Международного дня жестовых языков мы решили узнать, насколько востребованы они в Иркутской области и вникнуть в тонкости этой профессии. Рабочий день не успел начаться, а звонков и сообщений уже много. Иркутянка Наталия Демидова работает переводчиком русского жестового языка в диспетчерской службе. Ей ежедневно поступают десятки видеозвонков от людей с нарушением слуха. Обязанности специалиста – это помощь глухонемым в разных жизненных ситуациях. Например, запись на прием к врачу, вызов мастера на дом или запись ребенка в школу. Звонки поступают в разное время суток. Хотя у нас диспетчерская служба работает, есть определенный режим работы. Но события так складываются, что бывает нужно экстренно вызвать скорую, полицию, в общем, какие-то экстренные службы. На всю Иркутскую область девушка является единственным универсальным онлайн-помощником для людей с нарушением слуха. Другие специалисты работают с инвалидами вживую. Однако и таких переводчиков у нас всего около 20. Причем большая их часть работает на базе Всероссийского общества глухих. В других же организациях таких штатных сотрудников практически не встречается. Сейчас сурдопереводчик – это проблема глухого человека. Организации, в том числе государственные, они не заинтересованы. Они как бы знают, что переводчик нужен, где-то глухой есть, но глухой сам беспокоится об этом. В большинстве случаев, когда глухому нужно в какую-то организацию, он к нам приходит и просит помощи. Само собой, текущего количества специалистов на весь регион недостаточно. Всего в Прибайкале около 18 тысяч людей с нарушением слуха. Из них в помощи нуждается порядка двух тысяч. И по подсчетам специалистов, на такое число человек нужно не менее 200 сурдопереводчиков. Каждый день приходит к нам на прием где-то 8 человек. А в городе Веркушске у нас 6 человек переводчиков, допустим. И мы не можем сразу отправить всех переводчиков. Поэтому людей, которые нуждаются в помощи, записывают в очередь. Возможно, недостаток специалистов связан с тем, что получить диплом бакалавра сурдопереводчиков при Байкале нельзя. Ближайший вуз, который готовит таких работников, находится в Новосибирске. У нас же в регионе есть только курсы дополнительного образования для желающих выучить язык жестов. Приходят люди разного возраста. И как от совсем юных людей, только, допустим, завершившие школьное обучение, был у нас даже случай, когда школьник обучался для того, чтобы потом дальше продолжить. И до людей, которые уже пенсионного возраста. Поначалу им кажется, что это не так сложно. Но когда начинают учить этот язык, начинают понимать, что это полноценный язык. И как в любом языке, здесь необходима практика и контакт с носителями. Но похоже, что у желающих плотно войти в профессию сурдопереводчика с этим проблем не возникнет. Ведь такие специалисты региону необходимы. Коневод Дугойдан Винокуров совершивший конный поход верхом на якутских лошадях с Эмикона до Москвы сейчас в Якутске. В скором времени Дугойдан и лошади вернутся на родину в Эмикон. На дальнейших планах коневода, а также о самых интересных фактах с похода и не только, узнала Морферина Алексеева. Вот уже как две недели легендарные лошади Хастах и Хонор наслаждаются родными просторами. Кони пасутся в местности Усхатын и буквально на днях отправляются на родину в Эмиконский район. Легендарные они, потому что за год и четыре месяца верхом на них был преодолен сложнейший путь расстоянием в более 11 тысяч километров от полюса Холда до Москвы. Так Дугойдан, Хастах и Хонор продемонстрировали всем, что якутская аборигенная порода лошадей самая выносливая и при этом совсем неприхотливая. Вот посмотрим на Хомору. Вот якутская порода лошади, у них вот шея короткая и широкая. И грудь у них очень широкая. Вот этим она отличается от других пород. И ноги у них намного шире, чем у монгольских и других аборигенных пород. Скулы грубые. Ну это все особенности аборигенной породы. Но якутская порода отличается этим. А выносливость всадника не удивляет его близких. Отец Дугойдана рассказывает, что сын верхом на лошади с младенчества. Дугойдан за время похода научился чувствовать лошадей. Их повадки и характер. Хастах спокойный, дружелюбный и покладистый. Хонор же озорной, непослушный, но зато сильный и выносливый. Между прочим, Хонор – настоящая звезда. Он снимался в фильме «Тыгандархан», а также в зрелищном и экстремальном фрагменте киноленты «Вертолет» режиссера Михаила Лукачевского. Главной задачей Дугойдана было заявить о якутских лошадях, а также о столетии автономии Якутии. Дугойдану это удалось. Сейчас у всадника севера уже есть планы и новые маршруты. Где-то в январе, в конце января или в начале февраля начнется еще один поход. Хотим поехать в сторону Магадана в самое холодное время года. Надеюсь, все получится. А еще хотим сделать большой музей для коня и еще туристический турбазу. Таким образом, Дугойдан совершит поход в самое морозное время года, а вернется в Аймекон к Иссеху Оланхо, который в этом году состоится в Аймеконском районе. Фермеры уезда Лань Цан собирают урожай риса. В этом году они впервые решили изменить технологию производства, выращивая злак на сухих сельскохозяйственных угодьях вместо наводненных рисовых полей. До этого они в основном закупались продовольствием на рынке. Вначале я скептически относился к осуществлению этой идеи и не ждал многого, но на удивление мы получили небывалый урожай. Этого хватит, чтобы обеспечить себя и, вероятно, останется еще на продажу. Я очень рад. Программу разведения устойчивого к засухи риса возглавляет Джу Ю Юн, академик Китайской инженерной академии. Много лет он и его команда ставили эксперименты, создав около 33 тысяч гектаров новых рисовых полей по всей провинции Юньнань. Некоторые посевы принимаются и дают урожай даже на горных склонах. Джу говорит, этот метод значительно упростил выращивание риса. К примеру, для него не требуется заранее готовить рассаду. Еще одним преимуществом технологии являются ее водосберегающие свойства. Возьмем, например, здешние рисовые поля. Мы их вообще не орошали и просто полагались на естественные осадки. Этот тип земледелия очень подходит районам с недостаточным количеством воды. Китай является одновременно крупным производителем и потребителем риса. Данный метод выращивания злака помогает стране в обеспечении продовольственной безопасности. Урожайность технологии около 9 тысяч килограммов злака с гектара, что выше обычных рисовых полей. Несмотря на минимальное количество влаги в почве, ученые смогли нарастить так называемое кущение риса, что непосредственно отражается на урожае. Еще одна проблема заключается в том, что на сухой земле гораздо больше сорняков, чем на традиционных рисовых полях, и они тоже быстро растут. После многолетних экспериментов мы разработали новую технологию, которая может уничтожать сорняки в самом начале. Чжу Ю Юн – уважаемый в Китае фитопатолог. С 2015 года он помогает избавиться от бедности китайским территориям на границе с Мьянмой. Ученый надеется, что его достижения и открытия могут быть полезны далеко за пределами Китая, учитывая климатические изменения на планете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА